Всем привет! Это МикромирАнс. Добро пожаловать на канал о муравьях. Сегодня покажу вам, как поживают мои древесные муравьи Крематогастер Скутеларис и Колобобсис Трунката. Пробкоголовые муравьи Колобобсис Трунката. Прошло уже полгода, как эти муравьи переехали на эту арену с декорациями. Как быстро пролетело время, а те, кто пропустил этот выпуск с заселением, можете кликнуть на подсказку и оценить разницу, как изменилась семья за полгода. Скоро у Колобобсис Трунката зимовка. В честь этого откармливаю их насекомыми и сладкими сиропами, чтобы прошли этот период с пониженными температурами как можно лучше без больших потерь. Не могу сказать, что Колобобсис Трунката употребляют много пищи. Несколько капель сиропа и пару насекомых достаточно в неделю для активного развития. Хоть и появляются много пробкоголовых солдатов, не замечаю их на арене. Фуражеры только рабочие, а солдаты берегут вход в гнездо и запасают себе жидкую пищу для всей колонии. Недавно заполнил им поилку, закончилась в ней вода. Редко, но вижу одного-двух рабочих придут попить воды. Но так, чтобы было много муравьев, я не замечал. Очень комфортно чувствовать себя вне высокой влажности. Колобобсис Трунката очень активные муравьи. Если сравнить их с какими-нибудь компонутсами, там никобаренсис или фичинкой, то кампы после разведки всего фармикария становятся обычно пассивными, ждут, так скажем, очередной кормежки. А Колобобсис все время что-то делают. Активно разведают каждый уголок в фармикарии, на арене постоянно в поиске, все время что-нибудь таскают, крупинки различные. Ощущается, что жизнь кипит. Что касается ночной форажировки, то Колобки активны и в ночное время суток. Те насекомые, что пролезут в отверстия гнезда, затаскивают, а крупных насекомых поедают на месте. Если насекомые активны и проявляют сопротивление, то рабочие используют кислоту. Согнув брюшка вперед, распыляют на добычу. А теперь давайте взглянем на другой древесный вид муравьев, Крематогастер скутеларис. Ранее в другом видео я говорил о том, что эту королеву мне отправили из Италии. Тогда еще у нее не было рабочих, а теперь вон уже сколько красных головасиков у нее появилось. Это отличный выбор для новичков, которые хотят завести себе что-то необычное и неприхотливое в содержании. В их пробирке, где они сейчас живут, закончилась вода. Несмотря на это, они продолжают жить. Конечно, я капаю навадку в мини-арене, тем самым они утоляют жажду. Вы спросите, а почему ты не переселишь их в новую пробирку? А тут нас ожидает сюрприз. Они очень упрямые и так просто не покинут родное место. Даже если долго направлять на них яркий свет, это не поможет. Поэтому я решил дождаться, когда их станет больше, и уже заселить в деревянное гнездо с подключенной ареной. Одна из моих любимых фишек этого вида, это загибание брюшка назад, при опасности. Так они распыляют свою кислоту, выглядит это необычно для муравьев и очень интересно. Работают и охотятся очень слаженно. При регулярном кормлении размножаются довольно-таки быстро. Планирую их довести до большого количества рабочих, чтобы раскрыть их потенциал и наслаждаться славной охотой. Обратите внимание, как пойманного таракана держат за конечности. Это определенная тактика по обездвиживанию. Она применяется как к добыче, так и к другим муравьям-конкурентам. Что делает из крематогайсеров-скутыларисов доминирующими муравьями на своих территориях. Как-то раз летом запечатлел, как играют златки-сосновки и не смог не поделиться с вами этим видео. А на этом все. С вами был МикромирАнс. Спасибо, что досмотрели. Влепите лайк, напишите комментарий. Буду рад почитать. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.